Здравствуйте, с вами Факот и сегодня мы снимаем вторую часть обзора Neverwinter Dungeon Dragons. Итак, я сразу хочу извиниться за маленькие шумы, которые происходят от моего компьютера. Мы уже работаем над этим в скором времени, возьмем хороший микрофон, который не особо чувствительный к посторонним звукам, и тогда уже все будет лучше. Но мы постарались исправить данную проблему. Ну и так, мы уже на заставочном экране, это наш персонаж, которого мы снимали в первой части. Сегодня я расскажу вам о приблизительно самых важных аспектах игры, это системе создания квестов, крафте. Ну, наверное, совсем немного пробежимся, и просто по основной сюжетной линии. Дальше не будет иметь смысла снимать, потому что это вы все попробуете сами, иначе будет просто глупо и неинтересно. Что касается разных предложений по поводу заснятия роликов на остальные ММО-проекты, безусловно, будет. Просто я их уже все опробовал и все их уже знаю. А лоды, например, в комментариях были написаны. Я, естественно, тоже в них играл, и многое другое. То есть вы оставляете комментарии, что именно вам нужно, а я уже опишу. Но в основном я, конечно, делаю ролики на сложно доступные проекты. Могу сделать парочку на корейские проекты, в которые вообще очень тяжело попасть, а могу и так и на европейские. На наши русские очень легко, и они очень доступны. Но мы их, безусловно, тоже попробуем. Итак, что касается обзора. Мы уже видели это создание персонажа. Вот наш орк с первой части. Я не помню, было здесь... А, да, я не показывал вам лого экрана. Но вот видите, написано в Ваундре. Ваундре это как таковое создание квестов. Это самый важный аспект игры. Но о нем я вам расскажу чуть позже, поэтому давайте зайдем за нашего персонажа и продолжим путешествовать по миру. Пока идет заставочный экран, сразу скажу, что сейчас будет продолжение сюжетной линии. Мы остановились у ворот. И я, собственно, расскажу вам немножко о том, какова здесь сюжетная линия. Вот, берем квест. Мужчины пытаются с нами разговаривать. Ну, идем сразу к двери. Что самое глупое, наверное, и неприятное в этой игре, то, что перемещение осуществляется методом тыка на большой карте. Вот, то есть, помимо одной точки перемещения, будет еще много таковых, и вы сможете таким образом перемещаться. Это, пожалуй, очень сильно мешает почувствовать, что ты свободен, по крайней мере, в этом мире виртуальном. Опять заставочный экран. Поясню, здесь я с адъютантом должен пробиться к некой женщине и спасти ее от какой-то магии или зверчар. Я толком не понял. Так, ну это у меня спринт. Пробегаем сразу сюда. Ну, как драться, это уже и так понятно. Поясню насчет лучников и дальнего боя в этой игре. Как такового класса дальнего боя в этой игре нету. Поэтому здесь показаны лучники, которые могут по вам стрелять, да, например, мобы вражеские. У них идет такая линия. Эта линия будет, ну, вот красная, видели, наверное. Эта линия показывается только в самом начале игры. Потом ее уже не будет. Вот, вам придется самим догадываться, когда по вам стреляют, а когда нет. Так, зачистим эту зону и идем дальше. Ну, здесь все просто. Вы идете... Это сюжетный квест, он всегда идет в одну точку. Вы не можете уйти вправо или влево. То есть, это просто коридорная локация, в которой вы должны делать все, что вам скажет. Идем дальше. Немножко убрал звук. Зачищаете локацию. Собственно, лучше бы это можно было не снимать. Ну, так уж быть, я отснимаю этого персонажа полностью. Чтобы все поняли, с чем имеет дело. Итак, хочу сказать маленькие неудобства в этой игре. Все, кто уже смотрел мой первый выпуск, наверняка попробовали сыграть. Сами почувствовать, каково это. Вот, оказаться одним из этих героев. И заметили, что здесь есть странная система валюты. Это, пожалуй, самое большое неудобство в игре, потому что здесь мы имеем самую, пожалуй, неудобную валюту. Около пяти вид валют. Это действительно крайне неудобно. Помимо золота, кристаллов и бриллиантов, есть еще какая-то валюта, которая открывается на более поздних этапах игры. Вот. То есть, все, кто будут играть дальше, обязательно с ней встретятся. И, честно вам скажу, это очень неудобно. Потому что, например, на тот же аукцион, используя тот же аукцион, вам нужно с помощью определенной валюты. Вы не можете с помощью золотых монет, которые вы добываете с помощью убийства монстров, вы не сможете купить предметы, которые понравились вам на аукционе. Вам нужно иметь определенные кристаллы, которые вы получаете за, ну, такие дейлики, да, некоторые ежедневные квесты, которые вы выполняете. Вот. Никак иначе. Это, если честно, очень сильно напрягает и мешает игровому процессу, ну, как на мой счет. Итак, мы получили 14 уровень. У нас появилось активное умение. Это, так сказать, ульта. Ну, самое необычное умение у персонажа. Оно появилось сейчас, вот где вы видите стрелочку, да. Вот. Я вам показываю. Вот. Это активное умение. У каждого класса оно свое. Свое необычное. Как правило, оно самое сильное и дает очень большой урон. О! Ну, и достаточно симпатичное. Действительно неплохо выглядит. Вот. Для того, чтобы накопить удар на это умение, вам нужно убить как можно больше монстров, пока желтенький ромбик заполнится. Итак, вот, видимо, эту женщину мы и должны спасти. Ну, а дью-танту не повезло. Кажется, мы его убили. Что будет дальше, вы понимаете. Мне придется драться с этим огромным огром. Давайте зачистим от монстров это место. На самом деле, то, что вы видите, вот этого большого монстра, это будет достаточно интересно. Потому что в Nero Winter очень интересные боссы. То есть, они выполняют определенные движения, да, помеченные такими красными линиями, в которые лучше не попадать. И когда такое происходит, вам действительно приходится показывать всю свою маневренность и возможность управления своим персонажем. Это действительно интересно. Первый босс, он не составляет никакого-либо труда. Вы просто убиваете его без особых проблем и сложностей. А вот остальные заставят попотеть. И это на самом деле так. Особенно в данжах и подземельях, где приходится думать, решать, куда убежать, в какое время убежать. Ну, сейчас мы его убьем. Его здоровье вы видите прямо по центру, сверху. Можно и не уклоняться, на самом деле. Это тренировочный босс. Здесь нет никаких сложностей, чтобы убить его. Вот. Поэтому можете делать не как я, а спокойно подойти и убить его. Даже если будет убить вас, он никогда вас не убьет. Итак, мы завершили свое убийство. Забираем предметы, которые из него выпали. И идем сдавать квест. Разговариваем с персонажем. Ну, и нам показывают маленький видеоролик. Очень маленький, я бы сказал. Собственно, это конец обучения. Вот мы видим логотип Невервиндера. Этим завершается наша тренировка, наше вступление. И мы уже переходим в средний этап игры, где сможем развиваться сами по себе. Без надоедливого гида. Сейчас будет загрузка и стартовый экран. Так. Сейчас будет главный город Невервиндера. Ну, как главный? Не так, чтобы сказать главный, но здесь располагаются практически все игроки. У меня может немножко страдать фпс из-за того, что я снимаю. Но, в принципе, я думаю, что никаких таких сложений возникнуть не должно. Ну, снизу слева мы видим стандартный чат. Там мы можем поменять функции, куда нам писать, какие эмоции. Ну, все стандартно. Если вы хотите писать всем, то вы пишите в зону. Мы сейчас оказались на мини-базаре. Чтобы узнать, где вы находитесь, открываете карту нажатием английской буквы М. Это везде карта. Это мэп с английского языка. Собственно, торговцы у вас помечены всегда будут монетами. Ну, и вообще, любые персонажи, они, как правило, помечены. Вот, например, мы видим, что тут молоток, да, ну, еще какой-то предмет. Это явно какой-то крафт. Или какие-то вещи крафту. Да, мы угадали. Это вещи к крафту. Вот. Ну, собственно, по иконкам вы всегда догадаетесь. Если нет, наводите на персонажа и увидите, что из себя представляет этот персонаж, чем он торгует и какие плюсы и возможности он дает. Итак, сразу, как только вы попадете в город, у вас появится направление по квесту. Вас отведут по главному квесту, чтобы вы завершили свой этап обучения. Как бы поговорим с одним из самых главных командующих, расположенным здесь. Вот. По городу можете путешествовать смело. Берете здесь квесты. Я думаю, их здесь будет много. Но сначала, первым делом, поговорите вот с капитаном. На карте квест показан таким ромбиком, видите, или квадратиком, смотря с какой стороны смотреть. Вот. Цвета голубого. Ну, легче ориентироваться по мини-карте, как по мне. В чате вы сможете увидеть какие-либо виды торговли, да, вам могут предлагать пэтов, вам могут предлагать шоп, вот, то есть внутренний игровой магазин, вот, так и различные предметы. А могут идти просто холивары на разные темы. Не советую вам в этом участвовать, потому что, если каким-то боком узнают, что вы используете англоязычный чат, и что вы сами имеете IP из России, к вам будут относиться уже иначе, и, скорее всего, первым делом заблочат. Ну, конечно, не переживайте за это, это исключительный случай. Вот. Вы видите, конечно, окружение. Что нравится мне в этой игре, наверное, Ринтер очень хорошая, как сказать, внутренняя атмосфера, потому что мы видим игроков, которые взаимодействуют с миром, и, в принципе, это все как-то навеивает какими-то хорошими чувствами. Потому что очень хорошая озвучка, очень приятная графика на вид, то есть мы не видим чрезмерную мультяшность, вот, ну и серых тонов мы здесь тоже не заметим, вот, разные персонажи общаются между друг другом, да, и сообща делают квесты, это, в принципе, все очень интересно. Еще бы, конечно, читать квесты, а не просто листать их, да, как у меня сейчас в обзоре, вот, но это уже каждое свое. Кто-то любит просто путешествовать, кто-то любит именно вдумываться и читать все, что написано. Ну, мы сейчас завершаем парочку квестов, да, нас просит забрать некоторые вещи из сундуков, вот, второй квест у нас заключается в том, чтобы забрать вещи на вид, такие вещи, как правило, находятся вот здесь вот, вот, фэйшн, то есть это мода, сейчас мы заберем эти вещи, у вас эти квесты все тоже будут, независимо от расы, независимо от класса, вы всегда начинаете в одной и той же зоне, вот, и делаете одни и те же квесты, эта игра не рассчитана на то, чтобы все появлялись в разных местах, как у World of Warcraft, да, например, и делали разные квесты, вот, здесь у всех все общее, то есть мы все, все расы воюем против одного врага, вот, и так мы завершили квест, мы забрали вещи, вот, очень часто на поздних этапах игры за ними только охотятся, ну, каждый хочет видеть своего персонажа в определенном виде, да, и чтобы он выглядел так, как хочет он сам, мы используем эти мешочки, которые нам достались, вот, теперь у нас есть вот такой вот вид, на самом деле суровый, да, странного вида орг, вот, но я поменяю на стандартный, все, собственно, здесь квест заканчивается, сейчас я проследую дальше, это будет первый уже серьезный квест, в котором есть вероятность того, что вы можете умереть, смотря на какой класс играете, вот, мои вам советы, у меня несколько аккаунтов на Руинтер, вот, я попробовал абсолютно все классы, это достаточно интересно попробовать все, потому что они разительно отличаются друг от друга, если вы хотите какой-то, какого-то легкого прохождения, я советую вам взять мага, безусловно, только мага, потому что им играть легче всего, вы бьете противников на расстоянии, кастуете спеллы на расстоянии, и левой кнопкой мыши вы кастуете спеллы, которые не имеют отката, то есть вы спокойно убиваете противников так, что они даже не подходят к вам, самый сложный из классов, это, наверное, танк, потому что, ну, как он даже самый сложный, он самый скучный на самом деле, потому что вы ждете, пока вы убьете противника долго, то есть вам приходится максимально быстро нажимать, максимально часто блокировать, а блок отнимает ваше время, то есть вы не успеваете убить противника за короткое время, и он, естественно, наносит вам больше урона, вот, то есть это достаточно сложно, но зато в схватках с боссами, с мини-боссами, да, то есть с противниками, которые требуют особого внимания, то есть один на один, например, это безупречный класс, что касается хила, это, конечно, тоже безупречный класс для ПВЕ, потому что вы можете качать себя совершенно безболезненно, вы спокойно сможете себя хилить, и у вас не возникнет никаких с этим проблем, вот, к тому же и урон хил выдает достаточно хороший, вот, ну вот, маги-ган с двуручным мечом тоже хороший выбор, однако на самом деле его урон куда ниже, чем у ассасина, да, самый дамажный класс здесь помимо мага это ассасин, он дает невероятный урон и невероятно легок в обращении, потому что он не требует особых усилий, вы просто подбегаете, нажимаете одну кнопку и, собственно, противник практически сразу же умирает от огромного крита, сказал бы я матом, ну ладно, вот, собственно, видите, у меня уже покраснение на экране, это значит, что мои дела плохи, вот, но я всех раскидал, идем дальше, выпил хилку, собственно, хилки вы видите справа в углу на панельке, не забывайте использовать умения, потому что обычные удары, как вы видите, не особо помогают в той или иной ситуации, короче, выберите класс, который вам больше всего нравится, классы достаточно разнообразные и интересные, что касается профессий, вы выберете себе сами профессию, кстати, забыл меч поменять, здесь, собственно, немного бы изменилось, вот, что касается профессий, вы сами можете выбрать себе профессию, какая вам больше по душе, кстати, не забывайте про такие сундучки, профессий много и все они, достаточно, я думаю, будут востребованы, в зависимости от того, какой вы мастер своего дела, просто вы прокачали для вида или, правда, используете свою профессию во благо для других и для себя, тот же алхимик может быть полезен практически всем, потому что, если, например, нет хила под рукой, да, вы там бьете какого-то мини-босса, такое бывает очень часто, хилы вообще большая редкость в любой игре, потому что, ну, не у каждого, наверное, есть терпение качать хила, который, ну, не всегда сильно бьет, да, и имеет однотиповые умения, типа, вылечи союзника и вылечи себя, ничего интересного, короче, нет соревновательного процесса, но вот это такой саппорт, который просто всем всегда помогает, собственно, поэтому алхимик может очень хорошо помочь в той или иной ситуации, подкинув парочку хороших зелий, которые увеличивают атаку, увеличивают общее здоровье вашего персонажа и так далее, но я думаю, что вы сами выберете то, что вы захотите, вот, кому-то же по душе наоборот, какие-нибудь брутальные кузницы, ну, это каждому свое, вот в таких сундучках, которые вы можете встретить в мини-данжах, когда в сюжетных квестах, может оказаться разные предметы, как от хорошей амуниции, так и всяческие наборы для крафта, вот, для того, чтобы создать какой-нибудь интересный предмет, так что не проходите мимо, всегда, всегда обращайте на них внимание и забирайте все, что находится внутри. Сейчас, как вы видите, мы делаем, продолжаем делать квест, вот, в основном квесты заключаются, да, чтобы вы как можно больше убили, но интерес квестов просыпается только в том случае, если вы его действительно читали, так что не ожидайте, что у вас особо будет какое-то разнообразие, если вы не знаете даже, о чем идет речь. Старайтесь, ребята, конечно, читать квесты и понимать вообще, о чем идет речь, иначе это все бесполезно и надоест буквально в первые же три дня. Итак, продолжим. Ну, а сейчас нам, нас ждет первый же мини-босс. Он бьет очень сильно, могу заметить. У него, если вы так присмотритесь, у него циферка 4, то есть его уровень обведен серебристым кружком по сравнению с первым, видите, да? Вот, и этот серебристый кружок показывает нам, что это моб немножко повышенной сложности, вот, то есть его убить немножко тяжелее, чем кого-то другого. Не вставайте вот в такие круги, то есть это показывается, что этот персонаж что-то кастует, вот, какое-то заклинание создает. Итак, мы уже убили его, продолжим делать квест. Собственно, там был диалог. Используем книжки потайные, видимо, чтобы открыть дверь. Да, и сейчас уже начнется битва с андедами. Обязательно оставайтесь в таких костров как можно дольше, пока не восстановите хп. Вот, потому что вот здесь вот, в вашем здоровье, вы видите неполный, на самом деле, неполный список вашего здоровья. Он немножко идет дальше, поэтому дождитесь, пока здоровье перестанет прибавляться, и тогда выступайте в бой. Вот. Таких мест на самом деле будет немного, вот, и когда они появляются, с радостью бегите к ним. Никогда не оставляйте себе пол хп, не оббегайте костер, всегда посетите его, потому что дальше с ними будет очень и очень туго. Также это место вашего дальнейшего воскрешения. То есть там вы появитесь при своей смерти. Вот такие вот маленькие сумочки могут подобрать не каждые. Такие, например, можно подобрать только ассасин. Или вы должны иметь набор вора. Вот. И с вероятностью 75% у вас получится открыть данную сумку. Итак, давайте завершим этот квест. Мы должны успеть защитить какую-то корону, насколько я помню. Не буду особо врать. Вот. Мы должны защитить корону, пока воры пытаются ее забрать из подземелья. Вот. Но перед этим нам нужно замочить огромное количество зомбарей. Убивайте их. Обязательно поднимайте золото. Вот. Собирайте все вещи. Они вам в дальнейшем очень пригодятся. Валюта здесь важна. Даже с учетом того, что ее очень много, вам все равно она всегда пригодится. Вот. И никогда не обходите ее мимо. Всегда собирайте. В данной игре очень важным аспектом является ваш шмот. То есть без должного шмота вы не сможете, как правило, чего-либо добиться. Всегда следите за новым шмотом. Появился ли новый шмот на аукционе? Старайтесь выбить новый шмот. Вот. Я выбил последний свой зелье. Да. На самом деле вот класс этот. Один из самых сложных. Потому что, несмотря на свой огромный двуручный меч, дамага пролетает очень мало. Вот. И монстры убиваются очень медленно. Ну, по крайней мере, на ранних стадиях игры, возможно, потом появятся какие-то пассивки, которые увеличивают атаку нового персонажа. Вот. Так что, на самом деле, для первых этапов игры я советую вам Ассасина. Вот. Чтобы просто ознакомиться. Он достаточно легок в управлении. Вот. А кто любит хардкор, берите танк, не пожалеете. Дамаг у него небольшой. Бобов он бьет медленно. Ну, зато практически никогда не умирает. Маг для тех, кто умеет быстро перемещаться, для тех, кто умеет быстро нажимать нужные кнопки. Хил же это, я говорю честно, это на любителя. Не каждый любит хила. Хотя он каждому нужен. Скоро уже крест закончится. Я сам прохожу этот квест уже по пятому или шестому разу. Другие послажены на другом аккаунте. У такого класса, как у меня сейчас, главным аспектом является уклонение. То есть у танка это блок, у воина это уклонение. Ну, как уклонение, это бег в разные стороны. То есть вы можете заметить, что он наклоняется и начинает бегать. Так, защищаем зону. У мага это телепортация. Правда, на короткие расстояния, но все-таки она спасает во многих ситуациях. Нам бы хилку не отхилить, я тут нет. Скорее всего, в скором времени я умру. Но я возражусь в том же месте, где я недавно видел костер. У ассасина, насколько я помню, там был кувырок. На самом деле, самый удобный у танка, потому что вы спокойно блокируете, не двигаетесь с места и не теряете место своего положения. То есть вы как стояли на земле, так и стоите. Разве что сильные удары могут немножко отбросить вас назад. Ну, это не так страшно. Итак, мы добили последнего монстра. Посмотрим, есть ли у нас какие-либо зелья. Оденем новые предметы. Зелья, к сожалению... А, есть, есть, зелья есть. Нам было дано три зелья. Итак, я уже почти закончил обучение. Надо сказать, обучающий данж. Вот с такими данжами вам часто придется столкнуться, потому что дальнейшие квесты. А, ну, можно было не использовать зелья. Костер. Как правило, если стоит костер, значит дальше будет либо мини-босс, либо большое количество злобных мобов. Обращайте на это большое внимание. Да, вот это самая корона. Я не ошибся. Пропустим. Пропустить нельзя, поэтому досмотрим. Вот. Сейчас все завершится. О мини-боссе вам будет говорить маленький мини-ролик. Да, вот вы это видите перед собой. Его имя будет подписаться. И сразу же опять мы увидим сейчас здоровье над персонажем. Драки с мини-боссами проходят интересно, как я уже говорил. Старайтесь искать слабые места. На мелких уровнях вам не понадобится этим заниматься, однако на более высоких уровнях вы правда задащитесь этой проблемой, потому что иногда будет казаться, что босс просто непобедим и убить его нереально. Особенно вы почувствуете это уровней после 30, наверное. И в необычных квестах, которые создавали сами персонажи. Но об этом чуть позже. Что удобно в этой игре? Очень, очень, очень удобно. В отличие от всяких World of Warcraft, линеек, линеек, да, которые уже много раз все переиграли, айонов, здесь система нон-таргет, которая позволяет просто уклоняться от ударов противника. Помимо того, что вот эти красные круги, которые вы видите, да, я вот только что взял и отбежал просто от направления удара. Вот. Что позволило мне, собственно, не получить дамагу. И так же вы можете делать абсолютно с разными монстрами. Вот. Вы можете просто отходить с радиуса поражения и не будете получать никакого урона. Вот. Это очень, конечно, заметный плюс, который добавляет в игру какой-то динамичности, что ли, и интереса, безусловно. Давайте его уже добьем бы быстрее. Или он меня добьет, не знаю. Ассасинам было, конечно, все намного легче. Бой закончился секунд за 15. Пока бил босс, наверное, кто-нибудь обратил внимание на верхнюю панельку. Вот она располагалась вот здесь вот. Там, собственно, если вы не владеете, например, выбором карт, то есть M, Inventary, I, вы сможете просто нажать любую из этих кнопок, да, то есть Characters Status, Homepage, ну и так многое другое. Вот. Сейчас завершаем квест. Берем награду. Собственно, награда вам будет всегда выдаваться в сундуках, ну, именно какие-то предметы. А опыт вам будет выдаваться, ну, персонажами, скорее всего. Так что не забывайте сундуки. Бывало такое, что люди забывали сундуки, и забывали сундуки взять даже из данжей. Ну вот, когда лежат там мифические предметы, кто-то просто проходит мимо, а потом Харивары, Маты, что в этом бы все равно это другие. Не забывайте, обращайте на это внимание с первых дней игры. Сейчас пройдет загрузочный экран. Итак, все, собственно. В этом выпуске я вам только рассказал о том, какие плюсы есть в проходе данжей, что вы можете там увидеть, и немножко о крафте. В следующем выпуске я закончу. Это будет последний третий выпуск. Он будет не таким длинным. Я просто вам расскажу о системе Foundry, и немножко расскажу о аукционе и прочих вещах, которые вам обязательно пригодятся в игре. Но вот система Foundry является все-таки основным составляющим этого проекта, и я уделю ему отдельное внимание, так сказать. Так что всем спасибо. С вами был Факот. Извините, пожалуйста, за лишний шум. В скором времени мы это обязательно поправим. Подписывайтесь на канал и смотрите наше видео. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok